Как правильно готовиться к родам? Нет, если рожениться окончательно выбьетесь из сил, то ничего трагичного тоже не случится. Врачи простимулируют процесс медицинскими препаратами и методами. Иногда, если женщина слишком устала, чтобы сделать последний рывок, делают эпизиотомию, разрез на промежности, который облегчает роды. Но нужно ли это? Если женщина научилась правильно дышать, собрала сумку и осведомлена о всех возможных манипуляциях во время родов, то у нее меньше поводов, чтобы нервничать. А значит она сможет расслабиться и сохранить максимум сил, в результате роды пройдут наилучшим образом. Родители часто стремятся предусмотреть все. Поэтому подготовка к родам может включать в себя мероприятия, относящиеся к абсолютно разным сферам жизни. Это и упражнения для беременных и предварительная договоренность с врачом и подготовка будущего папы, если планируются партнерские роды. Видео, доктор Комаровский о страхе перед родами упражнения для беременных. Эти занятия направлены на то, чтобы укрепить мышцы тазового дня и помочь органам, которые подвержены повышенной нагрузке при беременности, в частности почкам и позвоночнику. Но заниматься физкультурой можно только посоветовавшись с врачом. В список противопоказаний для занятий физкультурой в частности входят, угроза прерывания беременности, любые кровянистые выделения. Плохое самочувствие будущей мамы, если беременная женщина хорошо себя чувствует, заниматься физкультурой можно и нужно. Это поможет при родах и ускорит процесс реабилитации после них. Видео, упражнения для беременных, стоит ли заранее договариваться с врачом. Женщины, которые заранее договаривались о принятии родов, часто получают такой же пакет услуг, как и те, кто не заплатил за роды ни копейки. Действительно, доктор не может стать умнее только из-за того, что получил дополнительную оплату, и медицинский персонал, в любом случае, заинтересован, чтобы роды прошли хорошо. Зачем же тогда беременные женщины платят за роды? Смысл этого опять-таки в психологическом комфорте. С предварительной договоренностью можно ожидать, что в роддоме вас встретит доктор, которого вы знаете и которому доверяете. Риск нарваться на хамство и специалистов с низкой квалификацией минимален. Но у каждой будущей мамы в душе появляется тревожная нотка, говорящая, что, если это случится именно со мной. Подготовка будущего папы к родам для мужчин, если они желают присутствовать на родах, тоже существует обязательная подготовка. В большинстве роддомов у папы требуют флюорографию, в некоторых бакпосев из носа и прохождение подготовительных курсов. Упражнения на фитболе перед родами. Изначально фитбол предназначался для лечения больных с травмами позвоночника. Результаты от гимнастики с мячом превзошли все ожидания и фитбол начали использовать сначала на занятиях для беременных, а затем и в роддомах. В США и некоторых странах Европы фитбол обязательный атрибут каждой родовой палаты. Упражнения, которые делаются сидя на мяч и отлично тренируют мышечную систему тазового дна и используются для профилактики опущения. Внутренних органов, в частности матки и почек сидя на мяче упражнения, в которых нужно ложиться на мяч, укрепляют спину и пресс. А если лечь на фитбол спиной и перекатываться на мяче вперед-назад, получится избавиться от боли в спине. Упражнения на спине. Упражнения, для выполнения которых нужно становиться на колени, улучшают кровообращение в матке и плаценте, а также помогают снять боль при родах. Каким должно быть правильное течение родов? Часто женщины путают начало родов с ложными схватками, а иногда наоборот нужно ехать в роддом, когда схваток и вовсе нет. Понять, что роды уже начались, помогут три признака, которые бывают у подавляющего большинства рожениц. Признаки того, что роды произойдут в ближайшие сутки один. Схватки. Между ложными схватками нет определенного интервала, они происходят беспорядочно. К примеру, между первой и второй может пройти 30 минут, третья будет через 10 минут, четвертая только через 40 минут и так далее. Но если начинаются роды, схватки все время усиливаются, а интервал между ними постоянно сокращается. Если схватки повторяются каждые 10 минут, то уже точно пора отправляться в роддом 2. Отхождение околоплодных вод. Если воды отошли, то женщина обязательно должна родить в следующие 24 часа. Иногда воды отходят преждевременно, и схваток в этот момент еще нет. Не стоит беспокоиться, обычно сам собой запускается каскадный механизм, и начинаются роды. Если воды уже отошли, то это тоже означает, что следует торопиться в роддом 3. Отхождение слизистой пробки. У большинства женщин слизистая пробка отходит в день родов, реже за сутки перед ними. В акушерских учебниках написано, что пробка должна отделяться уже непосредственно в процессе родов, но на практике такое встречается редко. Этот признак начала родов не такой достоверный, как первые два, тем не менее, его тоже следует брать во внимание. Определить, что отошла пробка можно по выделениям, напоминающим слизь, в них бывают кровянистые прожилки, но много крови быть не должно. Иногда пробка отходит полностью за один раз, иногда она выходит по частями. Есть признаки начала родов, которые встречаются не у всех женщин, это несварение желудка и рвота. Таким образом организм пытается очиститься и максимально разгрузить себя, перед важным событием. Эти симптомы возникают за сутки или двое до родов боли внизу живота и поясницы. Также бывают не у всех женщин и начинаются за день или два до появления малыша на свет техника правильных родов. Схватки постоянно учащаются и усиливаются до того момента, как шейка матки откроется настолько, что головка малыша сможет ее пройти. Во время схваток женщина чувствует тянущую боль, но когда начинаются потуги, наступает облегчение. Когда головка ребенка опускается достаточно низко, то она надавливает на сфинктер и из-за этого создается впечатление, что нужно сходить в туалет, кроме того возникает непреодолимое желание тужиться. Это признаки того, что в ближайшие минуты ребенок уже появится на свет. Упражнение для раскрытия шейки матки перед родами Первый этап родов, когда открывается шейка матки самой болезненной. Чтобы уменьшить неприятные ощущения, можно применить два метода – поглаживание и растирание живота и поясницы. Эти действия не изменят интенсивность схваток. Но дело в том, что человеческий мозг, если в него за долю секунды поступает два импульса, воспринимает только последний. Поэтому субъективно боль будет казаться слабее. Возможно, именно из-за этого упав, мы инстинктивно начинаем тереть ушибленное место упражнения с фитболом. Покачивание на мяче помогает расслабить мышцы тазового дна. Такие занятия во время родов более эффективны, если женщина занималась с фитболом до родов и точно знает, какой эффект дает каждая. Движение – как правильно дышать во время родов. Выполняя дыхательные техники, главное – не перестараться. Если вы будете слишком старательно и интенсивно дышать, это приведет к гипервентиляции легких, у вас закружится голова и снизится давление. Так вы только напугаете своего доктора, который не будет понимать, почему это вдруг вам стало плохо. Поэтому дыхательные техники нужно применять непринужденно и по мере надобности. Инструкторы советуют с помощью постоянного повторения. Довести навыки до автоматизма. В начале схваток можно попробовать дышать, делая 4 коротких вдоха и 6 выдохов. Смысл этого упражнения в том, что нужно постоянно считать, в итоге получится отвлечься от болезненных ощущений во время сильных. Схваток полезно дышать собачкой. Нужно приоткрыть рот, прижать язык к небу и делать быстрые вдохи и выдохи. Дыхание паровозикам тоже полезно при открытии шейки матки. Делается быстрый вдох носом, а затем воздух быстро выдыхается, через сложенные в трубочку губы во время потух к наиболее эффективным. Считается дыхание, которое напоминает тушение свечи. Следует сделать вдох через нос, а затем очень длинный выдох. Видео «Как правильно дышать при родах?» Как правильно тужиться во время родов? Видео «Начинать тужиться нужно вовремя, когда шейка матки уже полностью раскрыта. До этого тужиться не полезно и даже вредно тужиться нужно на выдохе. Если у вас уже закончился воздух, не продолжайте, лучше сделайте еще один вдох и повторите попытку». Потуга длится до минуты, таким образом во время одной потуги можно сделать от 4 до 6 выталкивающих движений. Видео «Как нужно тужиться?» Как правильно себя вести во время родов? При схватках полезно ходить и двигаться, к примеру, прогуливаться по коридору с кем-то под руку или делать упражнения на мяче. Когда начинаются потуги нужно потрудиться, ведь чтобы вытолкнуть малыша нужно приложить немало усилий женщинам, которые рожают. Впервые врачи обычно советуют тужиться как можно сильнее повторно родящим, иногда наоборот советуют сдерживать схватки, все зависит. От особенностей протекания каждых отдельных родов некоторые женщины говорят, что боль при родах не сильнее, чем при обычных месячных. Другие говорят, что роды были для них чем-то невыносимым, но и те и другие сходятся во мнении, что все неприятные эмоции улетучиваются. Когда на грудь в первый раз кладут малыша правильные роды, советы и отзывы. Видео «Как избежать разрывов и разрезов». Советы «Личный опыт» Ольги и Мариана Голубь. Видео «О беременности и родах». Видео «Как готовиться к родам». Советы психолога. Видео «Подготовка к родам». Лекция кушера-гинеколога.